Музыка Полярно-опытная станция Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова. Это название многим северянам больше знакомо в сокращенном варианте – Пасвир. Удивительное место в Апатитах, где выращивают картофель северной закалки, огурцы и помидоры, землянику и черную смородину. Но лучше все это хоть один раз увидеть своими глазами. Столетний юбилей со дня основания в будущем году отметит полярно-опытная станция Пасвир. За целый век здесь созданы немало прорывных технологий, которые позволяют накормить жителей Заполярья. Какие именно – покажем. Именно здесь выращивают и сохраняют сорта заполярного картофеля. За век сотрудники Пасвира их вывели более сотни. В полевых условиях возревает пшеница. А в теплицах растут и сладкие огурцы, и небывалых размеров томаты. И даже дыни, тыквы и арбузы – чудеса, скажете? Нет, наука. Будут растения в условиях заполярных. Ну вот это точно карета для золушки. Да, это типа лечебная. Лечебная? Лечебная, да. Это кубанская опытная станция. Да, это лечебная. Посадочный материал для испытаний на север присылают со станции из разных регионов. Их, к слову, институты растеневодства более десятка по всей России. Там селекционеры создают устойчивые и неприхотливые сорта, которые в заполярном климате дают урожай. Такая дынька. И до какого размера они вырастают? Ну, килограмма 3-4 она может вырасти. Да? По крайней мере, мы даем. А пробовали уже заполярные дыни? Как они на вкус? Вы знаете, сахара там маловато. Хотелось бы побольше. Эксперимент на то и эксперимент, что не все получается сразу. Директор полярно-опытной станции Ирина Михайлова считает, что если уделять изучению сортов сельхозрастений больше внимания, то в наших условиях и северные арбузы вполне могут расти. Уже сейчас ученые трудятся над этим, оттачивают агротехнику. Не секрет, что именно сотрудники полярно-опытной станции научились выращивать и садовую землянику, и смородину в нашем климате. Еще в 95-м году смородина черная, она не давала таких результатов. Не было урожая. Она не могла созревать. А эти сорта, они дали возможность огородникам получать свежую продукцию, витаминную свежую продукцию. А наши ягоды, выращенные в нашей области, они имеют повышенное содержание витамина С. Коллекционные кусты смородины радуют глаз. На этой площадке их изучают. Как переносят непогоду и круглосуточный свет летом, хороший ли дают урожай. Всего 114 сортов. Наша северная смородина поспевает чуть позже, чем в средней полосе. Зато какая. Ну где, где еще можно попробовать черную смородину осенью? Только здесь, в Заполярье, на полярно-опытной станции. Сейчас попробуем, смотрите, какие крупные ягоды. Вкуснота, сладкая. Садовая земляника со вкусом севера давно завоевала сердца северян и поселилась на огородах дачников. А создали знаменитую хибинскую красавицу тоже в Пасвире. И сейчас работа по изучению сортов продолжается. В коллекции 119 образцов, за которыми пристально следят. 43 образца из этой коллекции у нас в изучении. Мы учитываем урожайность, смотрим крупноплодность, вкусовые качества ягод, также их товарные качества. Вырастить садовую землянику не так сложно. Главное знать и соблюдать правила агротехники. Например, чтобы ягода налилась хорошенько, усы надо обрезать. Их можно использовать для размножения плантации. Вот вы ее присаживаете и обязательно прижать корешочки, чтобы пошел осматическое давление создать, чтобы водичка начала подниматься. И тогда ваш кустик прекрасно приживется. Яркая облепиха завораживает. Пышные ветви усеяны ягодами. Это очень полезное растение. Чай с облепихой богат витаминами, да и просто вкусный. А еще облепиха укрепляет стенки сосудов и улучшает состав крови. Облепиховое масло – источник витаминов А и Е – рано заживляющее средство. Облепиха настоящая. Смотрите, какие ветки. Ой, боже мой. Не верится, что это выросло в Заполярье. Чтобы получить обильный урожай, агрономы рекомендуют высаживать на участке как минимум одно женское и два мужских дерева. Так растения будут хорошо окуляться и осенью порадуют яркими ягодами. Здесь в основе всего – наука. Например, мало кто догадывается, что оздоровление, сохранение и размножение растений начинается в лаборатории. Для высаживания черенков готовят питательную среду. Здесь находятся все необходимые микро- и макроэлементы для того, чтобы растение получало достаточное питание в пробирке и, соответственно, выросло. Чтобы не потерять ни один сорт, часть коллекционных растений зимой сохраняют в пробирках. Это позволяет сберечь и размножить, например, однолетнюю петунию. Черенки осенью высаживают в питательный раствор в стерильных условиях. Так они переживут зиму, а ранней весной переедут в грунт. Процесс не из дешевых, зато дает прекрасный результат. Тем не менее, в марте месяце мы уже получаем цветущую питону. Это был период, когда мы только в июле месяце могли предоставить цветущую питону. Таким образом, мы можем увеличить ассортимент декоративных культур в условиях Кольского Севера. Многие растения, которые используют для озеленения заполярных городов, домов и офисов, родом из Пасвира. И создает их особенные люди. Светлана Абакшина – соавтор многих сортов картофеля. 46 лет трудится на станции. Ей присвоили почетное звание заслуженного работника города Апатиты. Мы проводили скрещивание и получали в результате новые сорта. Всю эту работу я проделывала. Ну, вместе, конечно, с научными сотрудниками. Создание сортов картофеля, особой северной закалки, да и не только картофеля – это годы, а порой и десятилетия работы. И для этого терпения и любви к своему делу нужно очень много. Но результат того стоит, говорят сотрудники станции. Ведь на севере можно вырастить много вкусного и полезного. И в Пасвире это доказывают каждый день. Продолжение следует...